Всем, кто меня уже знает, и добро пожаловать на мой канал для тех, кто видит меня впервые. Меня зовут Катерина, и вы смотрите канал Катя Ворлд. Это канал о море, стиле, красоте. Это канал, где я не стесняюсь появиться перед вами в различных видах, например, не накрашенной, не причесанной. Все это для того, чтобы затем сделать прическу на ваших глазах, либо интересный мейкап, либо красиво одеться. И все это во благо того, чтобы поделиться с вами своим опытом и своими знаниями, чтобы стать пылышей, ведь нет, и дело в совершенстве. Также читайте мой журнал Катя Ворлд, и все активные ссылки стоят внизу под видео. Если вы совершаете подписку на канал, вы следите за новыми сериями. Подписываясь на мой журнал, вы сможете одной из первых читать новые статьи и публикации. Самый наболевший, пожалуй, вопрос за последнее время от моих зрителей, Катя, как же найти тебя в Инстаграм? Мой инстаграм называется Катя Ворлд Ченнел, здесь ничего такого сложного нет. Комментируем публикации, задаем вопросы, именно на этих комментариях в Инстаграм строятся дальнейшие видео. Нет комментов, нет видео. Поэтому проявляйте активность. И чем же мы займемся сегодня? Сегодня мы будем изображать потрясающий, я считаю, мейкап одной известнейшей звезды и певицы мирового уровня Кайли Миноу. Кайли Миноу буквально недавно у нас появилась в свежеиспеченном клипе Into the Blue, который вы сможете посмотреть на Вау ДВ, там еще куча классных клипов, но это уже в следующий раз. А сейчас мы смотрим клип Into the Blue, затем переходим к этому видео, сравниваем мейкап, либо наоборот, сначала смотрим мейкап, затем смотрим Into the Blue. В этом клипе Кайли Миноу попало некое такое ночное приключение. Она оказалась сначала на тусовке с этим секси-мейкапом, то умным, затем это все переросло в нечто более серьезное и интересное. С ее новым другом в Инстаграме. Историю молчево этого мейкапа будет потрясающе. Такой мейкап, конечно же, нам подойдет на выход для тусовки, для вечеринки. И, конечно же, я его сделаю так, как я вижу его на себе, да, он мне подошел для моего типажа и, естественно, подошел мне по моему мировосприятию. Также вы можете что-то добавить, добавить в этот мейкап. И давайте приступим. Одно понимание того, что без палетки Naked вообще не обойтись практически, то есть я все последние мейки делаю только при помощи этой палетки и даже профессиональные мейки. Это мой мастхэв. Это база в моей косметичке. Никаких других палеток там у меня уже не осталось. Не знаю, что будет в будущем, но сейчас это мастхэв. Поэтому я использую эту палетку для вечернего макияжа и для дневного одновременно. Сейчас мы используем первый правомутровый тон и наносим на верхнюю коверную. Полностью затушевываем. Далее я использую вовлую кисть. В данном случае это Make Up For Ever. Я очень люблю эти кисти. Немного смачиваю ее при помощи термальной воды. Вот это темные тени, самый последний тон. Мы набираем на мокрую кисть. Сделаем контур от внутреннего уголка глаза по краю верхнего века и выводим за внешний окей. Контур должен получиться весьма насыщенный и довольно широкий. Теперь самое интересное. Мы используем другую сухую кисть и также набираем темные тени. Сдеваем излишки и делаем растушевку от внешнего угла стрелки полностью полом, вводя растушевку на нет внутреннего угла глаза. Сложная схема с нотой. Эту же растушевку мы смешиваем с более светлым тоном, с коричневым. Сдевки убираем всегда на днижки. Сдевки убираем всегда на днижки. Все хорошо растушевываем и убираем помарки при помощи ватной палочки. Далее. Далее нам понадобятся довольно-таки крупные тени. Либо это должна быть слюда, или какие-то тени с крупным пигментом, золотым. Я выбрала тени Гиваш, обычные бытовые тени. И вот они имеют вот такую довольно крупную текстуру. Нам понадобится вновь мокрая кисть. То есть, мокрая кисть – это спасение в любых случаях. На мокрую кисть мы наносим золотые тени. И эти самые золотые тени мы накладываем вот такими вот штанковывающими гидринками. На середину века. Заметьте, мы не заходим на темную линию, мы не заходим на подводку. То есть, вот буквально такую вот полосочку рисуем между. Вуаля! И вот мы почти у цели. Теперь осталось создать нижний контур, и его я буду делать при помощи темно-коричневых тени. И провожу по ресничному краю нижнего века. Из-за того, что кисть не мокрая, у нас контур получается уже практически как карандаш. Вот такие контуры затем очень хорошо и красиво растушевываются, если это необходимо. А нам это как нельзя кстати. Я использую светло-коричневые тени, и при помощи них я растушевываю нижний контур. Вместе с тем, что я растушевываю нижний контур, прямо не боясь зайти за границу ресниц. То есть, контур также должен попасть на водную линию. Далее в ход из обнакладной ресницы я использую очень-очень тонкие ресницы. Для того, чтобы глаз не был перегружен, потому что все-таки это не съемка, это реальная жизнь. Несмотря на то, что это вечеринка, да, и ресницы должны быть максимально натуральны. Тщательно промазываем клеем краешки ресниц, для того, чтобы они у нас хорошо зафиксировались. Сверху. Сверху по ресничкам аккуратно я прохожу с тушью. Night, Black, Falsh, L'Oreal, мне очень понравилась эта тушь. Еще буду рассказывать об обзоре. И мы аккуратно подкрашиваем свои реснички, чтобы они у нас не отличались от накладной. Далее мы красим нижние ресницы. В данном случае нижние ресницы мы прокраиваем очень густо, ибо они были у нас в противовесе верхней реснице, и чтобы глаза не казались вытянутыми. Все. Почему мы сегодня короба считаем? Считаем. Создаем блик под брови. То есть я набираю те же самые темы, два. Уже сухой чистой кистью, и наношу под брови. И наношу на кисть первые три тона. То есть первый тон проламутра, и вторые два матовые. Эти три тона замечательно работают под пудрой. Делаю взмахку с резинкой лица на лбу, на носу пастынки солнца. И под глазками. Таким образом мы получаем эффект шиммера. Ой, сегодня останутся довольные все счастливые владелицы палетки Naked. Шиммер я бросила под глазки, и затем я использую вот этот вот... Затем я использую самый перламутровый тон, прям набираю его пальчиком, и наношу на губы. Для губ использую Too Faced палетка с помадами, любимая Natural Kiss. Давай возьмем вот такой терракотовый цвет. И затем я использую уголки губ при помощи последнего цвета. Вот такой мейкап Кали Лиминовка сегодня я вам представила на эти выходные или на следующие. Или, может быть, вы решите его использовать на каждый выход, это уже вам решать. Надеюсь, вам понравилась серия. Мы смотрим новое видео от Кали Лиминовка, Инта Деглу, на ВАУ ТВ. Все активные ссылки находятся под этим видео. До новых встреч! Целую, пока!